Украинские военные не контролируют боевиков правого сектора. У радикалов собственное руководство, и приказы из Киева они игнорируют, даже если команды отдают генералы. Свидетелями этого стали сотрудники ОБСЕ. Это зафиксировано в официальном отчёте организации. Подробности по телефону рассказал наш корреспондент, работающий в Донбассе, Алексей Баранов. Информация о том, что наблюдатели миссии ОБСЕ не пустили в Авдеевку, появилась на официальной странице организации в одной из социальных сетей. Там говорится буквально следующее. Специальная наблюдательная миссия во главе с Александром Хугом не смогла попасть на наблюдательный пост в Авдеевке из-за противодействия вооружённых бойцов правого сектора. Что это было за противодействие и чем боевики правого сектора мотивировали своё поведение, неизвестно. Ясно одно. Украинская страна мешает работе наблюдателей, которые контролируют соблюдение минских договорённостей обеими сторонами конфликта. Здесь можно отметить, что подразделения Минобороны Донецкой Народной Республики наоборот, в свою очередь, делают всё, чтобы обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ и сопровождают их в поездках даже в самые горячие точки. Что касается сегодняшнего происшествия, то ОБСЕ, видимо, должна как-то официально заявить о нём и как минимум предъявить очевидные претензии руководству Украины. Ведь правый сектор так и не отреагировал на призывы сопровождавшего наблюдателей ОБСЕ генерал-майора вооружённых сил Украины Александра Тарана, который призывал боевиков правого сектора не препятствовать работе миссии. Надо отметить, что сейчас военная прокуратура Украины занимается расследованиями преступлений другого нацбатальона, широко известного своей жестокостью торнадо. Вот с каким заявлением сегодня выступил главный военный прокурор Украины. Я направил на имя министра внутренних дел соответствующий процессуальный документ, обязывающий провести тотальную проверку оснований порядка принятия всех добровольцев, в том числе причины порядка принятия на службу в органы милиции, людей, у которых была на тот момент непогашена судимость, или человек несколько раз привлекался к уголовной ответственности. В расположении батальона торнадо обнаружило огромное количество неучтённого оружия, боеприпасов и взрывчатки. В общем, Киев всё активнее предпринимает попытки по декриминализации своих силовых подразделений. Алексей Баранов и Михаил Емелин. Вести. Донбасс. Правительство Франции приняло решение не поставлять вертолётоносцы типа Мистраль России. Об этом заявил, выступая в фонде маршала в Вашингтоне, министр обороны Франции Жан-Ив Ледриан. При этом он признал, что его стране придётся возвращать Москве более миллиарда евро за неисполнение контракта. Ледриан также согласился с тем, что Франции будет сложно найти нового покупателя для кораблей. И даже в шутку предложил Соединённым Штатам приобрести эти вертолётоносцы. Сейчас нет условий для передачи российской стороне вертолётоносцев Мистрали. Сделку осуществить нельзя. Это стратегическое решение. Неисполнение контракта обойдётся Франции, находящейся в сложной экономической ситуации в 1 миллиард 200 миллионов евро. Но другого выхода нет. Франции придётся искать нового покупателя этих кораблей. Это будет нелегко. Если Соединённый Штат решат их купить, и мы сойдёмся в цене, то я буду рад. Сегодня, уже через несколько часов, в Брюсселе начнётся экстренный саммит стран еврозоны. Решают, что теперь делать с Грецией, которая отвергла предложение международных кредиторов. Что теперь будет? Лишат ли Афины общей валюты? Не исключено, хотя и не обязательно. Но в любом случае, евроскептики набирают силу и расшатывая один союз, могут ударить по-другому. Европа – это не только экономический, финансовый и валютный союз. Концепция Европы основана на свободе, открытости и уважении. ЕС выступает гарантом солидарности. Что такое объединённая Европа сейчас? Есть Евросоюз, политический блок, довольно большой, 28 государств, и Греция в том числе. Но не все страны ЕС входят в шенгенскую зону, а это уже союз-визовые страны, между которыми нет границ, их 26. Некоторые новые члены ЕС пока за этим забором, зато там Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Они в политическом блоке участвовать отказались, а вот визы отменили, как и Афины. И, наконец, так называемая еврозона, валютный союз, вроде бы самый тесный. Общие деньги евро. Здесь 19 стран. Греция рискует выйти в первую очередь именно из него, что вообще-то не означает выхода из шенгена или ЕС. Вариант ближайших действий Греция должна представить сама. Лидеры Франции и Германии потребовали этого в ультимативной форме. Дали 24 часа Афинам на то, чтобы сформулировать, как выйти из кризиса. При этом, наверняка, у них есть свои представления о том, что делать. Сейчас у нас мало времени, и мы будем исходить из того, что соответствующие предложения появятся в течение этой недели. Как сказал президент Алланта, мы выступаем гарантами солидарности. Мы проявили солидарность по отношению Греции. Мы с уважением относимся к решению греков. Но, конечно же, будем учитывать и мнение других представителей еврозоны. Греки сделали свой выбор. И сейчас правительство Алексиса Ципроса должно представить серьёзные надёжные предложения для того, чтобы остаться в зоне евро. Афинам нужна серьёзная долгосрочная программа. Почему голос Германии и Франции звучит в еврозоне весомее других? Потому что все союзы, и валютные, и визовые, и политические замыкаются именно на них. Это кошельки Европы. Именно они получали основную выгоду, когда европейское пространство расширялось. Они же и пострадают больше других, если процесс пойдёт вспять. С Грецией сейчас ищут компромисс таким образом, чтобы меньше всего пострадали. Германия и Франция. Каким этот компромисс будет, станет известно в ближайшее время. Кризис в Греции обсудили в телефонном разговоре Владимир Путин и Франсуа Алланд. Как сообщили сегодня в пресс-службе Кремля, президенты России и Франции говорили об итогах референдума, в том числе с точки зрения дальнейшего развития ситуации в еврозоне. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин будет обсуждать ситуацию в Греции и с другими лидерами по мере необходимости. Развитие экономических связей между странами БРИКС обсудили сегодня в Москве министры экономики России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Эта же тема станет одной из основных в ходе саммитов БРИКС и ШОС, которые пройдут на этой неделе в Уфе. К столице Башкирии. В столице Башкирии к приёму гостей уже всё готово. Два международных форума посетят 10 тысяч политиков, чиновников и экономистов со всего мира. Некоторые из них уже начинают прибывать. Репортаж Ольги Скобеевой. До официального старта чуть меньше суток. Следующими по этой ковровой дорожке пойдут уже президенты 15 мировых лидеров. Россия, которые продолжают грозить изоляции, собирает на свои территории не просто сильнейшие экономики мира, 30% ВВП всей планеты. При этом никаких разногласий в политике. На фоне угрозы разрушения еврозоны в ШОС наоборот просятся новые страны. И мест за этим столом хватит всем. Мы рады приветствовать вас в столице республики Башкортостан. Традиционные приветствия в Уфе прозвучат почти на всех языках мира для столицы Башкирии. Два саммита встык ещё и возможность полностью реанимировать инфраструктуру. Уфимский аэропорт по сути построили заново. Теперь это не 4000 квадратных метров, а 16. Пропускная способность тоже возросла сразу в 4 раза. Вместо 200 пассажиров час 800. Новая взлётно-посадочная полоса способна принимать самолёты любого типа. В том числе дальнемагистральный двухпалубный джамбо-джет Си Цзиньпина. Раньше китайский борт номер один в Башкирской столице приземлиться бы просто не смог. Первым в столицу Башкортостана прилетает президент ЮАРЗУМА. Полтора миллиарда рублей и полтора года работы. Взлётно-посадочная полоса отвечает всем мировым стандартам. Завтра самолёты здесь будут садиться с интервалом в 10 минут. У нас нет ограничений по погодным условиям. И размещение воздушных судов на перроне, такого большого количества, как мы ожидаем на саммит, оно не было бы возможно без реконструкции всего перрона, соединительных рулёжных дорожек и увеличения мест стоянок воздушных судов. В составе только официальных делегаций в УФУ прилетят почти 15 тысяч участников саммита. Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Российское председательство этот список продолжит. В условиях санкций и отстранения официальной Москвы от переговоров в рамках G8, ШОС станет своего рода новой большой восьмёркой. К шанхайской организации присоединятся Индия и Пакистан. Это и основные мероприятия форума, и двухсторонние встречи президента. Всё это будет показано впрямую. Ну, качество, естественно, в формате HD. УФА станет не только центром большой политики, но и большой экономики. Переговоры в рамках БРИКС пройдут в этой красочной юрте. Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР создают свой собственный банк и пул валютных резервов. 18 миллиардов долларов вносит Россия и 41 миллиард Китай. Появляются в рамках БРИКС общие механизмы, которые способны эффективно стабилизировать национальные рынки капитала. И в случаях кризисных явлений в экономике предоставить дополнительные возможности для совместного кредитования. В Брюсселе и Вашингтоне в этом тут же усмотрели желание противопоставить себя МВФ и Всемирному банку. Но дело, конечно, не в этом. Копилку объёмом в 100 миллиардов долларов откроют, если одной из стран БРИКС нужна будет помощь. Как сейчас она нужна Греции. Колебание курса рубля. Это тоже последствия нестабильности в еврозоне. Плюс-минус 2-3 рубля. Это официальный прогноз Минэкономразвития. И после снова вернётся курсовая стабильность. Мы видим, что цена нефти в последние буквально несколько дней существенно припала. И это, конечно, оказывает влияние и на наш бюджет, и на курс рубля относительно ведущих валют. В этом смысле можно ожидать некоторого ослабления курса рубля. Но я думаю, что это временное влияние. И с течением времени, небольшого времени, рынки начнёт будет новое равновесие. Работа саммитов начнётся завтра. В переговорные комнаты уже внесли живые цветы. Помимо встреч в рамках ШОС и БРИКС, у президента России ещё 11 двусторонних переговоров. Ольга Скобеева, Василий Коньков, Андрей Мельников, Павел Мейер и Юрий Лебедев. Вести. Уфа. Как остановить кровопролитие на Донбассе? В эти минуты в Минске представители Киева и Народных Республик встречаются с посредниками. Это Россия и ОБСЕ. Первая за две недели встреча. Переговоры начались с сообщения координаторов. А сейчас уже заседают рабочие подгруппы по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам и по безопасности. Репортаж Сергея Самухи. Самое большое внимание на сегодняшних переговорах будет приковано к подгруппе по безопасности. Предполагается, что на ней подпишут итоговый протокол о подводе от линии соприкосновения орудий калибра менее 100 мм. Напомню, что об этом стороны конфликта договорились ещё месяц назад. Однако эти договорённости по сути ни к чему не обязывают. Никаких документов подписано так и не было. Впрочем, все предпосылки к тому, чтобы от линии фронта отвели 88-мм миномёты, автоматические гранатомёты и танки имеются. Во-первых, накануне ополченцы в качестве жеста доброй воли отвели силы от одного из самых напряжённых участков села Широкино под Мариуполем, что заметно разрядило обстановку на линии соприкосновения. Сейчас населённый пункт объявлен демилитаризованной зоной. Во-вторых, в заседании подгруппы примет участие глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хук. Кроме того, у самой контактной группы новый координатор от ОБСЕ Мартин Сайдик. По мнению многих экспертов, он призван ускорить работу по достижению минских договорённостей, которые были достигнуты в результате заседания лидеров стран в нормандском формате. С другой стороны, подписание протокола об отводе малых калибров по-прежнему под вопросом. Украинские переговорщики не раз блокировали предложения представителей Донбасса, не предлагая никакой альтернативы. Кроме того, сегодня обсудят вопросы снятия экономической блокады с ДНР и ЛНР, проведения в регионах выборов и конституционную реформу. Заседание контактной группы пройдёт в закрытом для журналистов формате за стол переговоров. Участники сядут во второй половине дня, а какие-то результаты станут известны только к вечеру. Сергей Самоха, Сергей Пушкин, Вести, Минск. На Украине политическая неразбериха дошла до абсурда. Киев сегодня проснулся под российскими флагами. Триколорами украсили весь центр украинской столицы в честь визита президента Болгарии. Кто допустил ошибку, неизвестно. На болгарском полотнище, в отличие от российского, центральная полоса зелёного цвета. Некоторые политики в Киеве уже назвали инцидент с флагами политической диверсии. Российские сенаторы направляют свой стоп-лист некоммерческих организаций в Генпрокуратуру и МИД. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Список носит рекомендательный характер. В нём 12 зарубежных НКО. Их деятельность в России, по мнению Верхней Палаты, нежелательна. Этот патриотический стоп-лист, в том понимании, как нам видится, направим в прокуратуру и в Министерство иностранных дел, чтобы они оценили соответствие деятельности этих международных организаций и институтов российскому законодательству. И в случае, если это нарушает российское законодательство, чтобы эти организации были включены в список нежелательных. В зависимости от решения прокуратуры, если эти организации попадут в список нежелательных, значит, соответственно, они могут оспорить это решение в суде. Какие именно НКО попали в стоп-лист Совета Федерации, Валентина Матвиенко не уточнила. Однако подчеркнула, что деятельность этих организаций носит ярко политический характер. Ранее среди возможных фигурантов списка называли фонд МакАртуров. Он активно поддерживает движения, которые возникли на волне протестов. На эти цели фонд тратит сотни тысяч долларов. Один из его руководителей в прошлом спецпомощник директора ЦРУ. Американская разведка стоит за так называемым Национальным фондом поддержки демократии. Он уже запрещен в России, но продолжает финансировать десятки сомнительных организаций. И буквально несколько минут назад стало известно, что в стоп-лист может войти фонд Сороса. Он первый в списке. Об этом сообщил журналистом глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.